Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Зеленый хит сезона. В Беларуси проходит неделя леса. Все эти сеянцы выращены на нашем лесном потомке. Как оставить след на столетие вперед. Коктейль из детства в Бабруйске выставлено на аукцион легендарное кафе. Выкупить право аренды может любой желающий. Правда, есть несколько условий. Почем лакомка? Только раз в году театр песни Шинанай готовится отметить 30-летие. Мы приглашаем вас на юбилейный концерт, юбилей среди друзей. Чем удивят зрителей. А также санкционный период, временный запрет и семейный капитал. В стране открыто 112 тысяч депозитов, на что досрочно тратят целевые деньги. Александр Лукашенко посетил остров Русский. Здесь президент встретился с губернатором Приморского края. Партнеры обозначили дальнейшие точки роста двустороннем сотрудничестве. Беларусь намерена серьезно работать в российском регионе. Это особенно важно в нынешних санкционных реалиях. Наконец-то мы с Россией начали сотрудничать так, как мы должны были давно сотрудничать. И вот сказали, что Патриш в игр подписали, последние сняли ограничения. Это анахронизм. Их вообще в наших отношениях быть не должно было. Но я понимаю, Россия огромная. Не объехать, не обойти. Все хотят здесь работать. Все сюда стремятся. И я понимаю, что и президенту, и правительству было непросто. И тех обидеть нельзя. И этих. И надо всем угодить, потому что со всеми надо сотрудничать. Россия огромная. И Китай тут рядом, что актуально для вас. Япония, Корея и прочее. Ну что ж, они сделали свой выбор. Поверьте, на счастье не только нам, но и вам. В Приморье хорошо известна наша линейка машиностроения. Регион активно закупает Могилевские лифты. Губернатор Олег Кожемяка предложил создать единый сервисный центр по обслуживанию белорусской техники. Это особенно актуально на фоне закрытия импорта аналогов из Японии и Кореи. Даже одно дерево имеет значение. В Беларуси проходит неделя леса. Только в первый день к движению присоединились почти 200 бобручан. Школьники, учителя и те, кто неравнодушен к природе. Убирали мусор и высаживали сеянцы. Об экологическом тренде Карина Гуревич. В этом году планируется высадить около трех миллионов штук сеянцев и саженцев. Это основные лесообразующие породы наши, такие как сосна, ель, дуб, береза, ольха. Все эти сеянцы выращены на нашем лесном питомнике. Бобруйские школьники съехались в лес, чтобы не просто провести время на природе, но и внести свой вклад в экологическое дело. Ребятам выдали перчатки, мешки и сеянцы. Одни делали лунки, другие высаживали молодые деревья. На этой территории участвуют более 180 человек. Это местные жители, это школьники, это охрана природопользования района и города Бобруйска, это центр дополнительного образования Росквит. Школьники вместе с педагогами восполнили пробелы в прошлогодних рядах. Деревца должны расти через каждые 60 сантиметров. Свой след гости леса оставили на территории больше 4 гектаров. В земле 6,5 тысяч сеянцев. Конечно, выживут не все, именно поэтому высаживают так много. Сеянец нужно поместить в лунку так, чтобы корни были полностью в земле. Затем плотно притоптать ногами. На этом участке высаживают однолетнюю сосну. Дерево неприхотливо и приживется практически в любой почве. Еще один способ помочь лесу – уборка мусора. Только в первый день очистили больше 2,5 гектаров. Акцию в этом году приурочили к году исторической памяти и проводят уже в 15 раз. Продлится она до 16 апреля. Я считаю, что это дело хорошее, благое. И через лет 15-10 я сюда опять приеду, вижу, насколько мои труды выросли и буду этим гордиться. Я приехала сюда, чтобы провести время с своими одноклассниками, поддержать класс, поддержать в принципе эту акцию, потому что я считаю, что это очень интересная идея. На восстановление пострадавших после урагана массивов отведено 3 года, но специалисты рассчитывают справиться быстрее. Стать частью важного дела может каждый. Для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Там выдадут необходимый инвентарь и посадочный материал. Энтузиазм и любовь к природе приветствуются. Крина Гуревич, Максим Галенка, Бабруйск, 360. Прививочная кампания, республиканский субботник и биометрический паспорт. В стране выдано свыше 90 тысяч цифровых документов. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Правительство вводит ограничения на вывоз некоторых видов продовольственных товаров за пределы ЕАЭС. В список попали мука гречневая и пшеничная, крупы, сахар, соль, макаронные изделия. Допустимый вес – до одного килограмма. Запрет распространяется также на растительное масло, консервы мясные, молочные и рыбные. В Беларуси от коронавируса привились более 6 миллионов человек. Речь идет о тех, кто получил первую дозу антиковидного препарата. Полный курс прошли свыше 5,5 миллионов жителей. Продолжается кампания и по вакцинации подростков. В Минздраве уверены – это финальная волна. В дальнейшем вирус станет сезонным. В стране по программе «Семейный капитал» открыто около 112 тысяч депозитов. На досрочное распоряжение средствами на улучшение жилищных условий, получение образования и медуслуги подано свыше 53 тысяч заявлений. Такая поддержка назначается многодетным, у которых родился или усыновлен третий и последующий ребенок. Сумма – почти 26 тысяч рублей. В республике выдано более 90 тысяч цифровых документов. Это ID-карты, биометрические паспорта для выезда за границу и виды на жительство для иностранных граждан. Каждую неделю удостоверение нового поколения получает 2,5 тысячи белорусов. Безопасность персональных данных обеспечивается на самом высоком уровне. В Беларуси 16 апреля пройдет республиканский субботник. Все силы будут брошены на приведение в порядок мест боевой славы, сохранении воинов и партизан времен Великой Отечественной. Заработанные деньги направят на капитальный ремонт мемориала Хатынь. Конечный пункт. В Бобруске на Радуницу продлят движение автобусов до Ломов. Маршруты 13А и 13В изменятся с 19 апреля до 2 мая. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте исполкома. Напомним, с 1 числа в тестовом режиме ходит и 4Г. По средам отправление от Держинского 9.05 и прибытие на кладбище Восточное в половину десятого. По субботам начало движения в 9.30, конец без 5.10. Перспективный магазин и легендарное кафе. В Бобруске проведут аукцион. Приобрести здание для бизнеса можно на Чингарской 55. Общая площадь 104 квадрата. На следующей неделе решится и судьба знаменитой лакомки. О начальной цене Ольга Васинда. В самом сердце исторического центра города на Бобруйском Арбате уже месяц пустует здание кафе «Лакомка». Закрыть легендарное место не поднимается рука. Поэтому сегодня помещение в 103 квадрата выставлено на аукцион. Выкупить право аренды может любой желающий. Правда, есть несколько условий. Ключевое – название должно остаться прежним, как и сфера «Общепит». Единственный нюанс – здесь запрещено реализовывать алкогольные напитки. Начальная цена продажи – 466 рублей, 2 копейки. Торги запланированы на 19 апреля. Последний день приема документов – 15 числа. У нас еще есть один объект, расположенный по улице Советская, 45. Площадь объекта порядка 850 квадратных метров. На сегодняшний день первый этаж сдан в аренду. Второй этаж мы готовим, подготавливаем помещение для аренды, для будущих арендаторов. Ведутся строительно-монтажные работы по внутренней отделке, по разводке коммуникаций. С молотка 29 апреля уйдет еще одно здание. Помещение на Чингарской – 55. Стартовая цена – 162796 рублей. 104 квадрата перспективный хозяин может использовать под что угодно. Например, открыть тут строительный, продуктовый или магазин автозапчастей. Предусмотрена и рассрочка платежа. Задаток определен в размере 10% от первоначальной стоимости. Это 16 тысяч белорусских рублей. Непосредственно конкретные суммы и условия участия в аукционе прописаны в извещении. Узнать подробную информацию об аукционе можно на сайте организации и горосполкома. Чтобы изнать или приобрести помещение, достаточно написать заявление. Его готовы рассмотреть в течение дня. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Шинанай собирает друзей. Театр песни представит на соцзрителей юбилейную программу. Коллектив готовится отметить 30-летие. По традиции концерт пройдет во Дворце искусств. На сцене выступят артисты, которые уже давно связали свою жизнь с Шинанай и восходящие звезды. Номеров больше 30-ти рассчитано на шум на 2,5 часа. Прозвучат как белорусские, так и зарубежные хиты. Дорогие наши друзья, в обручании гостей нашего города, мы приглашаем вас на юбилейный концерт. Юбилей среди друзей, который состоится во Дворце искусств, где вас будут ждать яркое шоу, сюрпризы, выступления солистов театра песни Шинанай и видеообращения звезд нашей эстрады. Юбилейный концерт пройдет в эту субботу, 16 апреля. Начало в 15.00. Билеты можно приобрести в кассах Дворца искусств. Стоимость квитков 10-13 рублей. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариян с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова